Да, конечно, погода на улице явно не задалась, а еще зима, скорее бы все-таки, знаете, выпал снег, мне то надоело уже который год, зиму как осень терпеть, да, елочка, и под елочкой, я уверен, ребята, меня что-то ждет, вот я уже ничему не удивляюсь, и, слушайте, да, это, похоже, фильмы о Джеймсе Бонде, давайте посмотрим, что тут у нас есть, так, доктор Но с Шоном Коннери на VHS, да, слушайте, очень хороший фильм, Голдфингер с Шоном Коннери, ну, для меня фильм неоднозначный, опа, Человек с золотым пистолетом с Роджером Мором, ну, я считаю, что это, наверное, был лучший фильм о Джеймсе Бонде с Роджером Мором, Лунный гонщик, слушайте, ну, тоже замечательно, опа, лицензия на убийство с Тимоти Далтоном, между прочим, мой первый фильм о Джеймсе Бонде, тоже хорошо, Блюрей-коллекция всех фильмов о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери, ну-ка, ну, да, тут только шесть официальных фильмов, к сожалению, нету, никогда не говори никогда, ну, что, тоже хорошо, о, Двершил Эзенби, так, что тут у нас, на секретной службе ее величества, да, хороший фильм с Дайаной Рик, все фильмы о Джеймсе Бонде с Роджером Мором, ну, да, слушайте, семь штук, тоже классно, Тимоти Далтон, и да, слушайте, здесь у нас даже искра из глаз есть, слушайте, все отлично, и вся Бондиана с Пирсом Брослоном, да, все четыре фильма, ну, что, тоже хорошо, вот, да, в этот раз мне хорошие подарки пришли, ну, неужели это все? Лови плохой, я тебе передавал, елупуки и скриндж, скриндж, кстати, говорил, что пока ты не сделаешь обзор на Крейга, потому что елупуки и скриндж его очень любят, очень-очень, зимы не будет, и Нового года тоже, Ну, честно говоря, меня особо этим не напугаешь, мне хватило один раз посмотреть этот фильм Нет, придется второй, потому что тогда придется смотреть вечно все трансформеры Майкла Бэя НЕТ! Вечно! НЕТ! Знаешь, я тут только что подумал, что Казино Рояль с Крейгом еще не такой плохой фильм но знаешь я все-таки хочу с одним условием это сделать мы разберем другие фильмы о джеймсе бонде мы же не поймем что они хорошие не сравны вот с этим у нас будет джеймс бонд развитие и деградации ну что ж я думаю нам стоит приступить может мы разберемся это и снег пойдет ну чем черт не шутит вполне возможно всем привет дорогие друзья и сегодня у нас немножечко необычный формат к нам в гости заглянула рок-ведьма и на всем привет вот и значит мы продолжаем наш праздничный новогодний марафон посвященный джеймсу бонду и на очереди у нас второй выпуск посвященный экранизациям фильмов соответственно точнее экранизации джеймса бонда то есть вообще фильмов о джеймсе бонде скажем так вот и мы значит сегодня об этом поговорим то есть не знаю как назвать вот эту новую рубрику у меня на канале никогда не было нечто подобного то есть думаю когда видео уже выйдет то есть мы вместе сообща что-то придумаем у тебя есть идеи на как назвать новую рубрику нет но думаю она может стать постоянной это кстати очень хорошо но значит вернемся к фильмам то есть мало кто знает но первый фильм о джеймсе бонде вышел в 1954 году это был казино рояль то есть самая самая первая экранизация значит был на американском телевидении такой сложно сказать надо даже сериал под названием кульминация где брали какие-то получается книжные бестселлеры и пытались их экранизировать в рамках часовой серии вот и значит самое что интересное ян флеминг у нас сделал две авторских редакции то есть была ну в оригинальной визе издавался кризисной рояль и немножко американизирован где у нас был не джеймс бонд а джим бонд ну так что по американцам было как бы так скажем привычнее легче ассоциировать с главным героем да и именно вторая ревизия точнее вторая редакция была у нас взята за основу как раз таки вот этой экранизации в рамках проекта кульминация то есть у нас был именно джим бонд соответственно агент цру а феликс лайтер наоборот был агентом и 6 и у нас как бы играл бонда тогда актер такой баррин эльса то есть время был лично сценаристом так это вот эпизода но что-то там скажем так не взлетела однако же тем не менее бондом постоянно на продюсеры фильмов интересовались и то есть в конце 50-х годов намечала синхронизация соответственно бонда по слухам по легенде даже сам альфред хичкор должен был и экранизировать вот значит но если что условия продюсеров шло такое что должен быть свой оригинальный сценарий то есть ни в коем случае как раз таки вот этот фильм не должен был основываться на каком-то романе яна флейминга под него должен был быть свой эксклюзивный сценарий и флейминг поскольку как бы не очень представлял как писать сценарии такие но и под хичкока ну тем более да если как бы верить конечно этому слуху он значит тогда дали ему нескольких сценаристов помощи вместе с ними он сидел писал сценарий но как это не зачастую бывает в кинобизнесе то есть экранизация там съемки вообще сорвались то есть там даже так и не начались а сценарий уже был готов у них вот и флейминг взял этот сценарий просто его переделал и выпустил такой роман под названием шаровая молния сейчас вот именно так он известен то есть из-за вот такой попытки глобальной вот этой экранизации бонда еще конце 50 разумеется то есть те ребята сценариста что с ним писали вот этот оригинальный киносценарий им это не понравился этот расклад они подали на флейминга в суд ну и как-то в ходе судебного разбирательства так чтобы они отозвали иск значит флейминг скажем так как-то с ними просто правоавторски поделил то что они могли снять грубо говоря то фильм про джеймса бонда и как мы все знаем сняли да с тем же самым как бы сюжетом и в принципе ну с теми же самыми героями да пожалуйста они это могли сделать в будущем да это действительно вот как правильно заметил и на это окнется вот но мы как бы идем немножко дальше то есть право на бонда купили гарри зайцеман и альберт брокколи то есть этот и он продакшн вот этот организовали или там не на этот акцесс я уже сейчас не помню если что мы на видео вот здесь делаем пометочку как точно они там называются то что тули ион тули иной не помню уже точно это не так уж важно главное что это было отец крестный отец и мать бандианы ну честно говоря да вот так именно отсюда как бы бандиана как феномен и вылился успел стать частью мировой культуры да несомненно вот и значит они как бы решили хронизировать книги конкретно то есть почему был кстати выбор для первого фильма вот интересный какой момент доктор но сейчас наверное его покажем так вот фингер так аккуратненько показывай в камеру коробочку вот вот это доктор но и русула андерс вот то есть как так вообще получилось да потому что он так аналогии книжек шоу далеко не первых вот а получилось просто какая ситуация ну во первых права на казино рояль на его экранизацию какой-то американский ушлый продюсер мудрился у флеминга если не ошибаюсь купить за 1000 долларов самое главное что так этим правом он не воспользовался и где-то лет через десять после этого помер и потом эти права перешли другому продюсеру который кстати ими воспользовался и снял казино рояль года который оказался пародии вот там даже засветился у нас господи буди аллен даже вот даже вот умудрился потому что изначально это должна быть действительно серьезная часть как официальный бандианы то есть планировал как-то вот этот продюсер скоординироваться из брокколи и зайцмана а вот и пригласишь на коноре сниматься ножом коноре такие деньги запросил за это что он решил что проще снять это как так вот комедию радирующий бандианах да пародирующий бандиану но какой-то очень не знаю непонятный как бы фильм какой-то получился очень психотелищно видимо я не знаю вы куреные шестидесятые по-другому не делали да вот вот ну вот соответственно сейчас лучше поговорить конечно про доктора но и то есть почему у нас именно шон коннери стал бонда а не кто другой то есть вот и на знаешь кого сам флейминг пророчил на роль бонда как ни странно роджера мура то есть ну во первых просто из каких он скорее всего сколько я подозреваю главных причин исходил то есть во первых роджер мур уже на телевидении играл в таком сериале святой ну который был так скажем на схожую тематику сделан а вот у нас сожалению этот сериал официально не показывался известен только фильм с вэлом киллером который там будет 9 2000 года признаться что сериал 60 гораздо лучше вот а во вторых роджер мур чисто внешне был похож на соответственно описание самого бонда от флеминга то есть вот я например в прошлом видео да и в этом вот такой-то рисуночек здесь ставлю сбоку то есть это как выглядела бонд внешне с точки зрения самого флеминга и мор максимально конечно на него в этом вопросе был похож но мы к сожалению тогда был занят съемках святых поэтому точнее святом поэтому бы качественного рентов убрать вот и так попала соответственно у нас тогда получается подри вот уже как бы интересная целая история была потому что очень многие думают что вот чисто случайно попал и после этого соответственно стал 미�яже 2. после этого карьера у кона закрутилось только после этом он там как бы стал кента лудаोда значит у нас был муке да это действительно вы должны признать что карьера, ну и в принципе так оно и есть, карьера Коннориза, как актера полноценного мегазвезды именно, подчеркиваю, мегазвезды, закрутилась после Бондианы, но, значит, он был еще известен и до Бонда, он уже был молодым перспективным актером, которому, кстати, очень благосклонна была критика, тем более, что он успел посниматься, например, в постановке BBC Анны Карениной для телевидения, как раз таки, в Рунского он играл там, потом, значит, канадское телевидение приглашало Коннори в постановку Макбета, потому что режиссер считал, что только актер-шотландец может сыграть шотландца, вот, как ни странно, и снимался он еще в какой-то диснеевской экранизации, какой-то фильм был диснеевский 59-го года, там, соответственно, Коннори, да, успел сняться, что к нему известность пришла, сам Коннори до этого был бодибилдером и футболистом. А когда-то еще и простым рабочим. Ну, а когда-то простым рабочим плотником, то есть он на мебельной фабрике работал, там, крабы ел. Бывало, что в них и ночевал даже. Наш человек пролетарий. Вот. Но единственное, что надо отдать должное Коннори, то есть, когда ему там предложили после того, как он стал бодибилдером, потому что тогда в моду культуризм вошел, то есть он же, конечно, не как Александр Невский, да, там ходил везде. Ну, там культуризм был немножко другой, основанный на гимнастике, атлетических упражнениях, а не то, что они сейчас покупают в своих лавках белок с этим. Со всякими лекарственными средствами, не пантенталонами. Ну, нет, я беру в виду, что если посмотреть фильмы Александра Невского, то есть у него там ходьба и светение фейсом постоянно. А как же губки удочкой? Вот. Как бы, о Коннори, он, что называется, то есть он хотя бы отдавал себе отчет в том, что он-то не актер. То есть он понимал прекрасно, как человек, который там работал с самого раннего детства, притом тяжким таким трудом. То есть вот посмотрите доктор Но, вам советую, ребята, приглядитесь на руки Коннори, вот как его руки выглядят. То есть вы увидите, что это руки реально работящего человека. Вот. И Коннори, он очень понимал, что это целое мастерство, которому люди почему-то учатся годами. Ему тоже нужно учиться и развиваться. Не знаю, уж на мебельной фабрике он там среди гробов Станиславского читал. Нет, кстати, Станиславского он читал на самом серьезном этом самом... Ну, я думаю, что это было так, потому что никто не сплетит, что Шоп Коннори шикарный актер и прекрасно умеет играть. Ну, так он и был признан одним из лучших актеров 20-го столетия. Вот. Но Коннори, он действительно стал заниматься в вопросах актерской игры, конечно, достаточно большим самообразованием. Он действительно читал Станиславского. То есть его методики пробовал, другие какие-то методики театральные. То есть он просто, в отличие от многих, кто из Грязи Князи выпрыгнул, он хотя бы понимал, что надо действительно какой-то базис иметь, каких-то вот этих знаний, техник, методик отрабатывать, чтобы, соответственно, хорошо играть. И то есть когда Зальцман и Брок, они брали Коннори на, скажем так, роль Бондиане, то как бы они, конечно, брали не кота в мешке. То есть Коннори уже что-то из себя представлял на тот момент. Это вот важно понимать. Единственное, что Коннори не понравился сначала Флемингу очень сильно. То есть Флеминга, во-первых, смущалась, что как, соответственно, вот такого вот Бонда, который англичанин, будет играть шотландец, тем более такой пролетарий. То есть такого вот утонченного он сыграть не сможет. Вот. А значит, как бы... Но позже, конечно, он свое мнение очень сильно сменил. Тем более, что Коннори с Флемингом очень сильно ругались. То есть Коннори считал, что у Бонда должно быть чувство юмора. Тем более, что, если так даже посмотреть, вот мы, наверное, какие-то кадры со съемок поставим. В первых фильмах о Джеймси Бонде, в частности, Доктор Но. Где вот Коннори у нас будет сидеть и читать романы в перерывах между съемками. Вот Флеминга, чтобы там какие-то моменты выискивать. Скажем так, важные ему для построения образа Бонда. Вот. И, значит, он его играл, что называется, добавил это чувство юмора. То есть это Флемингу сначала не нравилось. Но позднее, действительно, он оценил вклад Коннори. И, как уже сказал Барин, в своей последней книге он переписал под образ, который ужасно слушал Коннори своей игрой. То есть там Бонд уже обладает чувством юмора. Ну, не совсем переписал, просто так получается, что у нас же был как... То есть Бонд во многом был аватаром самого автора, то есть в данном случае Флеминга. Но к аватару Флеминга еще прибавился, скажем так, и аватар Коннори. Образ, скажем так. Да, образ. То есть какие-то привычки, какие-то моменты. Особенно хорошо это видно на тайной службе величества или на секретной службе величества, смотря от перевода. Вот в этой книжке. И там действительно, то есть у Коннори, во-первых, есть и чувство юмора, и более того, Флеминг добавил ему шатанские корни. Вот. То есть это действительно, несомненно, не могло как бы не повлиять. Ну и потом, опять же, все-таки у Коннори, как из всех актеров Бондианы, будет, конечно, такое интересное преимущество, что, скажем так, он, наверное, из всех, единственный актер, кто был, скажем так, благословлен самим Флемингом. Потому что Флеминг у нас в августе 64-го года, напоминаю, умер. Ну, при этом, как мы видим, вначале он не понравился Флемингу. Флемингу, но Шон Коннери свои... Так, она, по-моему, она пора закончила снимать. Нет, она снимает. Как нам до этого уже сказал парень, вначале у Флеминга и Шона Коннери не задалось. Но своим обаянием, своим серьезным отношением к роли и своей работоспособностью Шон Коннери обаял Флеминга, и Флеминг благословил его на роль Бонда в дальнейшем. Да, вот это незаметно важный момент. Ну и как, собственно, получилось, то есть, скажу такую очень важную вещь, что, значит, бюджет первого фильма о Бонде, он был миллион сто тысяч долларов. То есть, вот миллион сто тысяч. Сто тысяч пошло Шону Коннери как гонорар, а, соответственно, все остальное это заняло вот этот миллион как раз. И то есть, в принципе, фильм, он, может быть, каким-то трэшем вот таким как бы и стал, и, может быть, как-то позиционировался, потому что, в принципе, ну, продюсеры рассчитывали, что там, ну, дай бог, он там как-то хоть окупится, там, может, какие-то деньги принесет. Но, как ни странно, доктор Но, вот, окупился более чем 54 раза. То есть, он заработал 54 с чем-то миллионов долларов в прокате. Ну, то есть, это оглушительный просто был успех. Вот. И что, те поняли, что натаковать железо пока горячо. То есть, в принципе, если так посмотреть фильмы, которых играл Коннери о Джейксе Бонде, то есть, мы пока говорим про официальный, официальный мандиану, то там почти каждый год с ним фильмы выходили. То есть, у него почти не было перерыва в съемках. А контракт у него в случае успеха был заключен как раз-таки на пять фильмов. Вот. И Коннери просто не нравилось, что он каждый год должен сниматься, что будет играть как бы Бонда, ему хотелось как-то развиваться дальше. То есть, и, значит, как бы, то есть, когда у него контракт закончился, то есть, с пятым фильмом, то есть, это «Живешь только дважды» 67-го года, вот, он, конечно, Бондиану, в принципе, у нас в этом вопросе оставил. Там еще подлило масло в огонь, что в Японии за ним постоянно бегали папарацци. Сами его там фотографировали, постоянно, соответственно, у него там что-то спрашивали, то есть, его это, конечно, очень сильно злило. Вот. И как его там не уговаривали, какие гонорары ему не обещали, то есть, в следующем фильме о Бонде, он, как бы, здорово. Спасибо. Витя, вот, не соврал, да. Коннери отказался сниматься. Вообще, в упор, как бы. Вот. То есть, ну, и как мы видим, то есть, маленькое такое вступление сделаю, то есть, как мы видим. Вот. То есть, я, например, с детства Коннери знал совсем по-другим фильмам. То есть, это «Индиан Джонс. Последний Костровый поход», «Имя Розы», «Русский дом», «Погоня за Красным Октябрем», «Горец», то есть, первая, вторая часть. То есть, я вот по этим фильмам помнил, что на Коннери, узнал, что он играл Бонда, а первый раз я с ним «Доктор Но» посмотрел, наверное, вот эти все экранизации, собственно, Бонда в Сконнери. Посмотрел только в конце 90-х годов, то есть, по-моему, был 98-й год, осень, поздний осень 98-го года. Тогда каждую неделю по НТВ, по-моему... Да, я помню, такие были. Да, по субботам или по воскресеньям показывали всю Бондиану. А я как раз-таки познакомилась с фильмами Шона Мкона и по фильмам Бондианы. Только потом и у меня дальнейшие работы Шона Коннери ассоциировался, но этот человек, который играл Джеймса Бонда. И как-то так у меня закрепилось, что их показывали несколько раз только Шоном Коннери, и у меня закрепилось, что как раз Шон Коннери, он истинный Джеймс Бонд. Ну, честно говоря, Инна, не буду тебя расстраивать, у как раз-таки многих простых обывателей, в том числе и на Западе, особенно на Западе, да, то есть, именно, как ни странно, Бонд только с Коннери ассоциируется. Что еще хотелось сказать, Флеминг вначале не верил, что Шон Коннери сможет играть изящно как раз-таки вот джентльмена и интеллигента, но как раз-таки образ Шона Коннери, который он создал все его оплавки, но как раз-таки это истинный джентльмен, красавец, интеллигентный мужчина, герой. Поэтому, наверное, видимо, в 90-е годы из-за нехватки такого в кино Шон Коннери был жутко популярен даже в своем пожилом возрасте. Ну, самое, что интересно, его даже признали самым сексуальным мужчиной планеты аж в 69 лет, то есть в 99-м году. А он насчет этого шутил, как в моем-то возрасте? Ну да. Вот, ну, значит, хотелось еще поговорить тоже о таком, значит, вещи, очень интересно. То есть в прошлый раз я упоминал, что вторым фильмом стали, ну, именно в официальном индиане, снимать «Из России с любовью» только потому, что это была любимая книжка Джона Кеннеди президента США. Вот. И есть один интересный момент, связанный с этой книжкой, что, во-первых, у нас снимали в 63-м году, а как мы знаем, что у нас было в 62-м году, то есть накануне этих событий. Клизис. Вот. И, как бы, это, значит, был первый очень важный момент. А второй был важный момент, то, что до этого, значит, у нас, как бы, «Бондиана-то» началась с доктора Но, то есть там, соответственно, была организация «Спектр», то есть со «Спектром» он уже сражался в поздних романах Флеминга, то есть в ранних романах он сражался с организацией «СМЕРШ», советская, известная как «СМЕРШ-пионом». Вот. И, собственно, в принципе, из «России с любовью» в оригинальной книге как раз-таки он и сражался с организацией «СМЕРШ». Вот. Но, значит, у нас самое, что интересно, что, видимо, не подливать масло в огонь, там, видимо, значит, чтобы каких-то там, ну, скажем так, не добиться этих, там, дипломатических осложнений из-за этого фильма. Вот. Значит, сделали так, что за весь фильм, за весь фильм «России с любовью» бонд не убил ни одного советского агента, то есть, а как раз-таки именно всю вот эту затею, то есть с похищением советской шифровальной машины, затеяли не «СМЕРШ-пионом» как провокацию, а как раз-таки именно «СПЕКТР», так, чтобы развязать, как бы скажем так, войну. «Интемировую войну». Да, то есть спровоцировав конфликт между Великобританией и СССР. Хотя, на самом деле, «Доктор Но» со «СПЕКТРом» также тоже были в конце ракеты, есть наметки и так далее, что якобы это метафорично СССР. Ну и также «Тропический остров» немножко напоминает Кубу. Но, честно говоря, не скажу, что там были какие-то наметки на СССР. То есть, во-первых, сам «Доктор» в конце признавал, что он работает на «СПЕКТР», то есть на другую организацию, что он и не с Востока, и не с Запада, то есть ни из СССР, ни из США. Вот, то есть это в фильме, кстати, активно подчеркивалось. Вот, и, конечно, были подозрения сначала, то есть в фильме это подчеркивает, но все-таки шпионский детектив достаточно хороший. Там уже пишут СССР на этих ракетах. Там одна запускалась от США, а другая якобы от СССР, чтобы... Нет, это ты уже путаешь и живешь только дважды, где «Спектр» похищал как раз-таки советские, американские вот эти космические корабли. Опять же, чтобы спороцировать как раз-таки уже эти конфликты между США и СССР. Ну, можно сказать, что фильмы были в контексте эпохи. Да, и в контексте эпохи были, то есть там как раз-таки вот эти все моменты отстаивались. Но в любом случае, то есть у нас как получалось, то есть первые два фильма и «Шаровую молнию» снимал, и такое же все, как «Теренс Янг». То есть вот даже сейчас точно скажу, чтобы вам не соврать, ребята, потому что фильмы есть под рукой. То есть всегда можно посмотреть, кто у нас... кого играл. Да, «Теренс Янг» как раз у нас был режиссером. То есть он так местами очень даже бережно к каким-то вещам подходил. Вот. Единственное, что мне, конечно, первые два фильма очень сильно нравятся. То есть мне из детства нравился «Доктор Мо», потому что это «Черпионский детектив». Из «России с любовью» я все-таки оценил уже чуть попозже. То есть с возрастом, потому что в детстве мне каким-то слишком затянутым, унылым казался. Но вот пересматрив его как бы сомнительно недавно, я как бы понял, что... Это же замечательно такой вот «Черпионский триллер». Немного гипертрофированный, но достаточно такой, что называется, интересный. Сам Коннери даже называл, что это его именно из «Сейба и Диана», где он снимался, его любимый фильм. Вот. И, значит, что тут еще можно интересного такого добавить, факта? Что, как бы, в общем-то, вот не знаю, вот «Шаровая молния», несмотря на то, что снимала Этеренс Янг, вот она мне уже не очень понравилась. То есть я как-то так... Потому что ее снимал «Шаровую молнию», как раз, если не ошибаюсь, режиссер Гай Хайментон. Вот. То есть мне этот фильм не очень понравился. Точнее, «Шаровую молнию» снимала Этеренс Янг, который немножко запутался, да. Вот. Но мне он уже так, ну, не понравился. Он какой-то, видимо, старались его просто с фишки побыстрее сделать, потому что там каждый год новый фильм о Джеймсе Бонде, как раньше у нас это «Юбисофт», каждый год игра про ассасина, да? Да, вот. Ну, вот здесь нечто подобное было. То есть из-за этого качества странного. И еще, может быть, это как сейчас «Марвел» снимает? Каждый фильм и так далее должен быть просто прикрыл, лучше по три в год. Ну, вот. То есть это непонятное дело, что такое, ну, на самом деле, всегда пагубно влияло. На качество эсцедарии фильмов. И, конечно же, новых идей не хватало. Ну, где-то... А что, когда книжки закончились? Да, честно говоря, я еще подозреваю, что тут еще какое-то мило место быть. Момент, что после, видимо, «Шаровой молнии» взяли же паузу в два года. То есть у нас «Живешь только дважды» вышел в 67-м году, а не в 66-м. В 67-м был. То есть в 65-м была «Шаровая молния», а потом в 67-м как раз-таки «Живешь только дважды». Вот. И, в принципе, мне еще вот у многих предмет культа является такой фильм, как, соответственно, «Голдфингер». Сейчас мы его тоже покажем. Потому что вот он есть наглядно, вот такой вот «Голдфингер». То есть это у нас как раз-таки, как я уже говорил, Гай Хамильтон снимал. Вот. И мне этот фильм, честно говоря, не очень всегда нравился с Коннерой. То есть я там, потому что, ну, такие, скажем так, появились штампы для Бондианы, которые на год вперед ушли. В Мартини? Нет, ну, Мартини тоже был, кстати, давно. Вот. Нет, имеется в виду, что всякие вот эти гаджеты Джимса Блондовские, прочие как бы вещи и так далее. То есть, ну, вот из-за чего как бы Бон стал таким предметом порозии. То есть сверхзлодеи, которые там, как бы, что-то хочешь сделать, у которого был «Голдфингер». Вот. И то есть мне, честно говоря, этот фильм не очень нравился. То есть тем более там зачастую были какие-то рояли в кустах, а зачастую просто бог из машины, то есть Devil's Sex Machine типичный. Мне, кстати, тоже не очень понравился Бонфингер. Да, где просто, значит, взял этот самый Пуси Галуэр, соблазнил как раз-таки Бонд, и все, она тут же там на его как-то сторону так встала. То есть все как-то, ну, вот действительно, рояль какой-то в кустах. Вот. Но при этом мне другие фильмы Гая Хэвилтона о Джеймсе Бонде понравились. То есть мы о них, как бы, поговорим немножечко дальше. Ну, а сейчас мы, ну, почти закончили соном Коннери. Мы к нему еще ненадолго вернемся, как минимум, два раза, наверное, за сегодня. Вот. И, собственно, у нас какая стала проблема тогда, точнее не у нас, а у создателей Бондианы. Вот. То, что, а кто будет нову Бондо играть? То есть, соответственно, это же у нас получается как? Это же курица, несущая золотые яйца. Зарезать-то ее было же, это полно бредом. Вот. И, значит, стали тогда выбирать, кто же может сыграть Бондо. И стали, значит, смотреть, что, а кто есть из кандидатов. То есть, опять же, хотели позвать Робжера Мора, но он тогда, опять же, был занят в съемках. В сериале. Вот. Тоже, по-моему, еще, по-моему, еще святом. Тоже, на телевидении был занят, он сказал, что нет, ребята, я не могу. Значит, планировали позвать Адама Веста, потому что у создателей Бондианы, у продюсеров ее, был такой, этот, очень хитрая идея, значит, американизировать Бонда. То есть, они хотели актера-американца взять, и Адам Вест как раз тогда показал себя в этот, в сериале про Бэтмена в 60-х. Вот. Ну, кстати, по внешнему типажу он тоже подходил на описание такого вот, племенского именно, чисто внешнего. Вот. Но, значит, у нас тогда Адам Вест отказался. То есть, он еще все надеялся, что сериал про Бэтмена перезапустят. То есть, тоже отказался от съемок. Вот. И, значит, рассматривался еще Тимоти Далтон, совсем молодой. То есть, ну, тогда, если не ошибаюсь, это у нас тогда был 60-й год, но было всего 22 года. Вот. Но Тимоти Далтон, значит, его продюсер от Милле только из-за возраста. Хотя, к тому моменту он уже добился того, что стал актером, членом труппы Королевского Шекспирского театра. Достаточно большое достижение, тем более в таком еще достаточно молодом возрасте. Вот. И чисто случайно у нас попал тогда этот манекенщик такой, то есть, снимался вот до этого только в рекламе, австралиец Джордж Лезенби. То есть, вот этот человек, действительно, который был никем, скажем так, до Бандианы. Вот. И, значит, взяли его, ну, как получилось, то есть, он и не актер, и никто, в принципе, до этого как-то там и не был. То есть, у него здесь опыт только с съемками в рекламе ограничивался. Ну, и платить ему было, можно, очень мало. Да, платить ему было, можно, во-первых, было меньше. Во-вторых, видимо, я так понимаю, но это мое предположение, подчеркиваю, что, значит, у нас продюсеры, они просто что хотели сделать. То есть, видимо, значит, не то, что даже можно меньше было ему платить, а то, что Коннери, все-таки, когда его брали, у него, хотя бы как у актера, была какая-никакая известность. То есть, он уже там благожелательную критику получил, прочее, то есть, он уже где-то там мог, как бы, так скажем, пальцы гнуть. А, в принципе, Лезенби он у нас никто, и, то есть, и звать его пока никак. И будет делать все, что мы скажем. Да, то есть, вот такой был расчет, но, в принципе, они понимали, что Лезенби у нас, как бы, никто в фильме. То есть, вот сейчас даже мы, наверное, покажем диск. Там есть, господи, вот такое у меня издание коллекционное на Бюре, это Джордж Лезенби. То есть, просто по актерам были поделены диски с коллекцией, как раз-таки, всех фильмов о Бондина. Поскольку он только в одном фильме снялся, тут только один фильм на Секретной службе и величество. Вот. И, значит, на Секретной службе и величество там нужно было кого-то тогда из таких известных, так скажем, актеров, запрячь. Ну, чтобы как-то фильм хотя бы себя этот показал. Чтобы кто-то его вытянул, и он мог как-то его рекламировать. На кого бы пошли бы. Да, на кого бы точно пошли, и, соответственно, кто был тогда вот именно популярный, кто сыграл без малого не только девушку, но и жену Бонда, первый, кстати, единственный раз. Ну, имеется в виду в классическом Индиане, мы сейчас не берем именно фильмы с Крейгером. Вот. Потом, в самом конце их поговорим уже. И, значит, нужно был кто-то вообще вот такой вот, действительно, просто... Мега знаменитый. Да. Ну, в этом вопросе как-то бы. И подошла тогда такая актриса Даяна Рик. То есть я про нее уже в прошлом новогоднем выпуске упоминал, посвященном Мстителям. То есть вот этому сериалу английскому. Вот. То есть она за счет него стала, как бы, скажем так, известной. И плюс ко всему, то есть она часть роков делала сама в этом сериале. То есть ее действительно учили боевым искусством. Она была в хорошей физической подготовке. Но при этом она еще и была хорошей театральной актрисой. То есть она много играла в театре и при этом играет до сих пор. То есть у нее именно, если так посмотреть, допустим, даже открыть ее страницу в Википедии, видно, что у нее куча именно наград именно театральных в первую очередь. Вот. И она как бы фильм вытягивала. Плюс ко всему еще и активно помогала Лизен Бессруле. То есть просто его, скажем так, действительно как бы что-то вытягивает. Потому что он не актер, ему просто по ходу съемок пришлось вообще многому чему учиться. Кстати, для юных зрителей, которые еще не застали Бондиану, даже на НТВ, Даяна Рик, это старушка Тирелл, леди Шипов, бабушка Шипов. Из Игры Пристолов. Она там тоже шикарная и хорошая. Она, кстати, за это тоже какие-то награды получила. Вот. Так что, в принципе, даже рекламная кампания фильма, если смотреть по его трейлерам, она как раз-таки именно вся строилась на Даяне Рик. Что типа это у нас вот есть новый Бонд, Джеймс Бонд, а это Рик Даяна Рик. Да, вот так. Что еще хотел добавить, что как раз-таки этот персонаж, то есть бабушка Тирелл, она одна из самых лучших, оригинальных, мартинусских, сильных женских персонажей. Несмотря что ей там под 60 лет, но тетка живет. Ну, сейчас ей уже 80, по-моему, или 81, потому что она у нас еще, по-моему, 38 года рождения. Вот. Ну, честно говоря, сейчас это вот как бы не стой важно. Вот. Значит, просто Лезенби мог бы стать Бондом, но там, честно говоря, ходили разные слухи. По одним из них, соответственно, вроде как он сам ушел, потому что его там все достало, что там он и с Альбертом Брокколи активно ругался. И прочие с ним вещи там нехорошие, как бы случались, уж что тяжело ему было эту роль тянуть, потому что, опять же, большинство трюков делал он сам. То есть без как бы дублера. Вот. По другой, соответственно, версии, как позже сам Лезенби вспоминал, что из-за конфликта как раз-таки с Альбертом Брокколи он ушел, что Брокколи что-то не нравился, он его просто и выпихнул. Но как бы там ни было, значит, стал вопрос, а кто же будет тогда следующим Бондом? Ну, то есть не получилось, скажем так, у Лезенби стать Бондом. А мне кажется, они изначально планировали на один фильм, пока не освободится какой-то жгонитый актер, которого можно запрещено несколько. Что это был такой переходный вариант. Как считаешь? Ну, может быть, может быть и такой был вариант. Хотя, честно говоря, с точки зрения сюжета... Но ханалогия фильма по Джеймсе Бонде – это всегда была очень запутанная тема. Ну, честно говоря, тут что можно сказать? Вот, например, мы сейчас уже говорим о Тайной службе Ее Величества или на Секретной службе Ее Величества. И получается, какой парадокс. То есть у нас же изначально по фильмам шел «Живешь только дважды» с Коннери, и за ним следом на Тайной службе Ее Величества, уже с Лезенби. А юмор был в том, что романы именно Флеминга шли в обратном порядке. То есть сначала у нас был «На тайной службе Ее Величества», а после него был «Живешь только дважды». И юмор заключался просто в чем? В том, что Блофель не знал просто, как выглядит Бонд, почему он под видом сотрудника геральтической палаты Сэлла Хиллари туда и приехал. К нему на Биглория по книжке. И, значит, самое что парадоксальное, то есть там, во-первых, вот этот сэр Хиллари по книжкам вел очень замкнутое и уединенное образ жизни где-то у себя в Шотландии. И с ним там связывались, договаривались, чтобы, значит, фальсифицировать фотографии. Ну, что, значит, дескать, вот. То есть подделать фотографии Бондовские якобы, это фотографии Сэлла Хиллари. И самое главное, что, как бы, Бонда заставили сдавать экзамены по геральтике. То есть он там сидел, и, по-моему, месяц или около того, всю эту геральтику изучал, она ему вся зачертела, и ему активно в этом помогала его новая секретарша Мэри Гуднайт. То есть где ее как раз-таки место уделили. То есть во всей такой, скажем так, последней трилогии у Флеминга. То есть это «На тайной службе ее величества», «Живешь только дважды», «Человек с золотым пистолетом», вот, как бы, Мэри Гуднайт, как новый герой, так и была введена. Вот. Ну, это я еще в прошлом, как бы, выпуске упоминал. Вот. И проблема была в другом, что в книжках, именно, «Живешь только дважды», Бонд как раз-таки Блофельда убил. Вот. А здесь как получалось? То есть сначала сняли фильм «Живешь только дважды», где Блофельда нам первый раз показали. То есть до этого же он всегда у нас был просто с котиком, где-то со спины показан. Ну, то есть, например, «Из России с любовью» и в том же самом «Шаровой молнии». Вот. А «Живешь только дважды» его показали просто первый раз, как бы, живьем, и в конце Блофельд как бы сбегал. Вот. А потом сделал себе пластическую, как бы, операцию. Ну, в принципе, у Флеминга это тоже все в книжках описывалось, что Блофельд постоянно менял внешность, делая пластические операции. А там стоялось, что, ушки без мочки в ухо. А это, в принципе, так и было. То есть это так же было и в книге у Флеминга. Он же там тоже за кого-то себе работал. Да, он пытался себе этот титул взять, соответственно, Графский. Поэтому Бонд и ходил в геродическую комиссию. Да. Вот. Ну, в чем была просто проблема, в чем создавался идиотизм. То есть, к чему, как бы, я вообще клонил весь этот разговор. Что «Живешь только дважды», соответственно, получается так, что у нас Блофельд видел Бонда. А «На тайной службе ее величества», то есть «На секретной службе ее величества», в фильме именно, уже получался такой идиотизм, что, если, значит, Бонд замаскировался под Сэлла Хиллари, приехал на Пиглори, то, соответственно, как его тогда этот самый Блофельд сразу не узнал? То есть, что актеры, что сменили, что там был Коннер, а тут Лезенби. То есть, ну... И что, уже все, не пояски? Да. Все это как-то вот, ну, туповато смотрится. Как бы. Вот есть такой, да, здесь на момент, в чем можно придраться. Тем более, что сначала с Коннери последний фильм хотели снимать именно «На секретной службе ее величества», но что-то не сложилось и сняли, в результате «Живешь только дважды». Ну вот. Ну, а сейчас мы пройдем тогда к следующему уже периоду. То есть, значит, хотели снимать опять очередной фильм о Джеймсе Бонде. Вот. Ну, значит, а кого, собственно, кто будет играть Бонда? Обратились к Муру, но Муру в этот раз опять был занят на телевидении и в сериале «Сыщики-любители экстракласса», где он с Тони Кертисом еще вместе играл, вот таким знаменитым американским актером. Это, кстати, к слову, сериал у нас по ТВ6 показывали. То есть, вот я даже сейчас недавно его стал пересматривать. Так что, поэтому, да, Мур не мог сниматься. Значит, обратились, соответственно, к Адаму Весту опять. Ну, что-то там он тоже отказался. Не знаю, в силу чего. То ли на телевидении был занят. То ли что-то еще там было. Сложно сказать. Значит, хотели еще какого-то актера-американца взять на эту роль. И, в принципе, его почти утвердили. Ну, то есть, опять же, это очередное желание, соответственно, американизировать Бондиану. Но, значит, здесь произошел какой-либо любопытный момент. То есть, какие-то производители украшений из бриллианта, я уже не помню, что там была за контора. В общем-то, она предлагает это горизальство на Эльбертон Брокколи. Просто бешеные, как бы, деньги, финансирование. Значит, но с одним условием, чтобы снимался Коннери. Ну, к слову, надо сказать, что, допустим, хоть у нас Бонд и такой, чисто, обычно, такой британский, скажем так, фильм. Но, допустим, бывало так, что британские фильмы любили вкладываться какие-то вот американские компании. То есть, тех же самых, допустим, Мстители. То есть, сериал, который, опять же, был темой моего, прошлого, специального новогоднего выпуска. Бывало такое, что там, начиная с, не помню, с 30-го, с 4-го сезона, некоторые американские компании дополнительные средства в него вкладывали. То есть, так тоже как-то там договаривались, соответственно, с излечанами. Так что в этом ничего удивительного, на самом деле, не было. Вот, но предложение было заманчиво, и, соответственно, начали вести переговоры с Коннери. И вот я уже не помню, кого-кого там актеры американцы хотели утверлить на роль Бонда. Ну, значит, ему говорят такой вариант, что, значит, если что, в крайнем случае, там, с Коннери, если мы договоримся, мы платим тебе компенсацию, а если, значит, не договоримся с Коннери, то, значит, приезжаешь ты, короче, и играешь в Бонда. Ну, вот, в результате чего с Коннери договорились, но сам Коннери согласился сниматься, если не ошибаюсь, по-моему, за миллион сто тысяч, или миллион двести тысяч даже, за такой приличный гонорар. Плюс ко всему авторские отчисления за, соответственно, прократные сборы. Вот, и что значит, у него контракт был четко подписан, что он, значит, снимается вот именно определенное это время. То есть там буквально последние дни, когда у него контракт уже истекал, какие-то последние сцены с ним доснимали. Вот. И, как бы, в общем-то, в принципе, он только, как бы, на один, получается, фильм вернулся, тем более, тогда «Бриллианты навсегда» 1971 года у нас вообще должен был быть последним фильмом «Ондианы». Ну, то есть, видимо, продюсеры сами просто понимали, что, ну, Коннери, скорее всего, вся франшиза привязана, что... Вряд ли получится. А если мы начнем с Конной и закончим? Да, то есть, скорее всего... Не будем уже доить дохлую корову. Ну, да, потому что вот пытались же заменить Коннери Лезенби, и что-то ничего не получилось. Вот. Ну, и, соответственно, там, как бы, Гай Хэмилтон вот этот фильм снимал, то есть это был второй фильм о Джеймсе Бонде, но мне этот фильм всегда очень сильно нравился. Вот, то есть, вот у меня, наверное, три любимых фильма есть Коннери о Бонде, ну, если вот братья, допустим, официальные, то это, конечно, Доктор Но из России с любовью, и вот как раз-таки бриллианты навсегда. Я считаю, что он такой достаточно был сделан, и там доля как раз-таки очень грамотно была распределена в плане экшена, юмора, соответственно. Вот. То есть, таких каких-то моментов. Детективная составляющая, опять же, как бы никуда не делась, потому что там все-таки в большей степени это еще все-таки шпионский такой детектив. Ну, и вот там, насколько я помню, было еще два таких помощника Блофельда, то есть этих киллера, которые были гомосексуалистами. Вот. И что-то вот потом такая игра, насколько я помню, была Кейн и Линч. Вот почему-то эти Кейн и Линч у меня с теми двумя гомосексуалистами, киллерами из бриллиантов навсегда, ассоциированы. Я думаю, еще, кстати, можно упомянуть, что Шон Коннери потратил свой миллион на основании университета в своем родном городе. Да, то есть он целый институт на это построил, то есть он, как бы, ни копейки себе не забрал. Не надо считать, что Шон Коннери меркантильный свигей. А, кстати, ты же расскажешь о том, как Шон Коннери защищал права докеров в Шотландии и ездил в СССР. Да, то есть был такой момент, что, значит, где-то, по-моему, в Глазгой, я не помню где точно, то есть врать пока не буду. То есть понятие может все-таки так, больше в образовательных целях это говорим, ребята. То есть если вы захотите сами, как бы, информацию более компетентно можете проверить. Это очень интересный момент, который можно подчеркнуть. И который мне понравился из биографии Коннери. Да, значит, получилось так, что профсоюз этих, господи, работников корта бастовал. И, значит, они просто пригласили Шона Коннери. Это, по-моему, где-то в Глазго было, если не ошибаюсь. Ну, в Шотландии как раз. Пригласили Шона Коннери, чтобы он, значит, был ведущим в этом фильме. То есть сняли такой фильм, по-моему, назывался он «Кепка и котелок». Вот. И, то есть, он именно был как раз про проблемы вот этих работников корта. Что как их там, значит, права, как рабочих нарушают. Вот. И так получилось, что копия этого фильма попала в СССР. То есть, а в СССР у нас же всегда позиционировалось так, что Бонды – это империалистические, там, вот это фильмы западные, там, антисоветские. Это, как бы, проводящие вот эту политику вот этого империализма. Это очернение, там, СССР и так далее, в принципе. Хотя, опять же, подчеркиваю, что, по крайней мере, ни в книгах, ни в фильмах. То есть, ну, не были они вот такими, там, русофобскими, вот, особенно если потом сравнить то, что снимали в Америке в эпоху Рейгена. Это во мне красный рассвет. И не... Есть еще и вторжение в США с Чаком Нойсом. А вот это не смотрел, надо, кстати, будет лучше. У Джека... У Питерсника Джека есть классный обзор на вторжение в США. Ну вот, значит, и как бы там как-то получилось, какая вещь. То есть, попала эта копия в СССР, посмотрели и решили Шона Коннери пригласить, соответственно, сниматься в... Не помню уже в каком фильме, в совместном, скажем так, советско-британском. И Коннери приехал, более того, в СССР. Познакомился здесь с Владимиром Высоцким. Высоцкий даже, кстати, целую песню написал. А как цена будет? Что? Давай в титры пустим. Не получится, Ютуб может, этот, за копирайты, соответственно, повоевать. Вот. Ну просто, ребята, если что, как бы можете найти вот эту песню Владимира Высоцкий, Джеймс Бон, так как называется. Я бы хотелось как раз бы ее видеть на титрах, но Ютуб и новый закон о суверенном интернете. Ну, значит, здесь просто какая получается проблема, что даже если был у меня такой винил, точнее, даже сейчас не из коллекции, как раз-таки где, как бы на концертах Владимира Высоцкого, где как раз Высоцкий и рассказывает историю этой песни, что был такой актер Шум Коннери, значит, приехал к нам это сниматься. Вот с нами там всеми очень, как бы, подружился, очень радовался, что здесь его никто не узнает, потому что там, ну, все его замучили. Ну, это, кстати, я уже упоминал в истории рассказа про фильм «Живешь только дважды», где приехал в Японию, там японцы просто Коннери действительно достали по-жуткому. Вот эти всякие там папарацци, лично там его фотографировали, лично к нему там приставали. Вот, и, в общем-то, то есть вот этот момент Высоцкий, кстати, упоминал. Вот, и, значит, как бы, что тут я могу, как бы, сказать? В общем-то, как бы, ну, в принципе, всю историю на самом деле я и рассказал, что Коннери тогда первый раз сюда, как бы, приехал сниматься в СССР. Потом еще, я, насколько помню, был фильм «Русский дом» 90-го года, который тоже, как бы, снимали еще в Москве, там какие-то сцены были. Вот. Ну, в принципе, такой фильм, потому что у Коннери, надо признаться, были потом такие фильмы «Паскалки», где явные отсылки на Бунда читались в его лице. То есть это как раз-таки «Русский дом», где он там бывшего какого-то, я не помню, то ли английского этого агента играл на пенсии, который уже то ли этого самого, то ли американского, я просто давно этот фильм очень смотрел, вот, который сюда приехал, влюбившись в русскую девушку, то есть, ну, такой, явно, как, 20, ну, чувствуется, что есть там такая доля отсылки в «Индиане». И, конечно, это «Скала», единственный, по-моему, нормальный фильм Майкла Бэя, то есть, ну, тут заслуга Тарантино, потому что он был сценаристом, и той же того, что Майкл Бэй испоганил, испохавил просто вот сценарий Тарантино, то есть его первоначальное видение Тарантино настояло на том, что по-моему, из титров вычеркнули. Но, в принципе, Коннери у нас спас весь фильм, как я считаю, вот. И там именно подчеркивается, что он бывший агент британских спецслужб, сидящих в тюрьме, как раз, или который, когда-то сумел сбежать из этого Алькатраса. То есть, это такая вот, в этом фильме очень много отсылок именно на классическую, так скажем, вот эту «Бандиану» с Коннери. Вот. Ну, значит, а мы как бы идем дальше, и стал вопрос тогда уже после, соответственно, как бы, Коннери, потому что Коннери, как ни уговаривали, он отказывался сниматься. То есть там даже получалось так, что в тот период, по-моему, был один сценарист у «Бандиана», я уже не помню, как его звали. Значит, хотя, может, сейчас и скажу, то есть не буду брать. Ну, видимо, что Коннери не хотел стать Беллом Лугоши, который думал, что его похоронят в плаще Дракулы. Том Манкевич, значит, он был сценаристом вот этих фильмов о «Бандиану» на тот момент, и он, значит, тогда написал сценарий, вот этот «Живешь только дважды», вот этого фильма, то есть он активно его Коннери показывал, значит, такой, предлагал ему сняться, но Коннери там говорит, что у меня там такие крутые сцены будут, там такой крутой экшен, но Коннери ни в какую, то есть отказался вообще подчистую, и, значит, ему там обещали бешеные просто деньги, все равно Коннери отказывался, вот. И тогда, значит, стали смотреть, как бы, а кого еще можно взять. И в этот момент, вот уже который раз, заметим, то есть уже который раз, да. Как я понимаю, мур? Да, как оказался свободен мур, которому уже было... На третий раз он должен был стать первым, в своей иронии судьбы, он должен был стать первым Джеймсом Бондом, но стал, ему кажется, ближе к концу уже своей жизни. Ну, как он к концу жизни-то, нет, снимался у нас Роджер Мураж до 2015 года, пока у него рак негде динвестировали. Я думал, что к концу молодости... Ну, к концу молодости, да, это было, как бы, правда, потому что... Он, можно сказать, возрастной актер. Да, самый возрастной актер, игравший Бонда, потому что когда уже у нас играл Роджер Мур, ему уже было 46 лет. Но самое, что парадоксально, то есть Мур пригласил на премьеру «Бриллиантов навсегда» как раз-таки Коннери, хотя так, то есть он был его таким, скажем так, специальным гостем на премьере, и все уже тогда говорили, что вот, значит, Мур явно тогда будет новым Бондом, и правда, да, здесь нам Мур оказался новым Бондом. Вот, ну, единственное, что тут надо сделать какую-то маленькую просто оговорочку по поводу подхода Бонда, точнее, по поводу подхода Мура к роли Бонда. То есть если у нас, например, Лезенби старался косить под Коннери, в чем была его главная ошибка, Мур, конечно, создал свой образ Бонда, то есть просто уйдя, так скажем, от того, как его играл Коннери, то есть это вот было единственное, в принципе, правильное решение, вот, единственное, что, может, в какой-то степени Мур не так серьезно относился к этой роли, то есть если я уже упоминал, что, допустим, тот же самый Коннери там студировал романы Плейминга, там какие-то места в них там выискивал, еще даже умудрялся спорить с автором самим по поводу каких-то вещей, там как должен себя персонаж вести, то есть так достаточно серьезно к роли относился, то, скажем так, Мур там несколько романов просто прочитал, то есть он сам говорил в интервью, что я прочел пару романов, и вот, значит, дескать, Бонду не нравилось там убивать, так вот, скажем так, однокровно, вот, и, в принципе, я вот этот вот момент использовал, ну, как он интервью говорил, и, действительно, если так, допустим, читать последний, особенно, роман Флеминга, и вот в «Человеке с золотым пистолетом» это очень хорошо видно, значит, там, действительно, Бонд, как бы, не любил таких однокровных убийств, то есть у него была возможность, вот, Скоромангу этого убить несколько раз, скажем так, достаточно удачно, но он просто не мог этого сделать, потому что Скороманг в тот момент там был безоружен и так далее, то есть его как-то это корребило, что не любил он однокровные убийства, вот, да, то есть такой момент, действительно, как бы, был, вот, ну, Мурон такой, самый, что называется, может, веселый, что-то левый Бонд был, такой, может, романтичный, вот, то есть, вот так вот, в принципе. В принципе, у каждого актера, играющего, Джеймса Бонда, был свой подход. Ну, скажем так, да, у большинства был именно свой подход, то есть здесь, значит, соответственно, Мурон такой больше, как бы, с юмором шел, значит, вот у нас был первый «Живи и дай умирять» фильм, то есть это у нас был 73-й год, потом, значит, в 74-м вышел, опять же, это все фильмы с Томаугой Хабилтона, то есть «Бринянта навсегда», какая вот внутренняя трилогия, «Бринянта навсегда», «Живи и дай умирять» и «Человек с золотым пистолетом», вот. И, значит, самое что интересно, то есть, как я уже упоминал, то есть «Человек с золотым пистолетом», то есть фильм от книги достаточно сильно отличался, Хотя, если там, допустим, смотреть фильм, видно, что и читать книжку, что очень многие диалоги, они почти без изменений потом вошли в фильм. То есть там, может, контекст просто у них другой, но там буквально слово в слово они повторяются. И, значит, там же даже остров, на котором как раз снимали какие-то сцены этого фильма, он же сейчас носит название остров Джеймса Бонда, там экскурсии. Вот. Единственное, что мне, может, в фильме только не понравилось, что Мэль Буднайт какую-то дурой сделали, в которой она именно в книжке не была, а там действительно она как-то постоянно лезет на рожон, значит, там может где-то заступить еще, соответственно, и Бонда как-то ревнует постоянно каким-то другим женщинам. То есть вот как-то вот не тот, на самом деле, образ. То есть, ну, это я уже, скажем так, в прошлом видео про это рассказывал более подробно. Вот. А потом у нас там были такие более глобальные сюжеты. Это, значит, был, допустим, там вот тот же самый «Шпион, который меня любил». Кстати, где Барбара Бакс играла как раз-таки советскую разведческую девушку Бонда. Второй раз уже. Да, второй раз. Ну, тогда самое, что интересно, смотрите, то есть какой-то, видимо, кризис начался у Бондианы в плане именно каких-то вот советских персонажей. То есть у нас появился генерал Гоголь. При том, что вот этот актер, который этого в Гоголя играл, он где-то у нас из России с любовью засветился в роли этого одного из помощников Блофельда. То есть такая у него там роль была. Вот. А уже когда он стал постарше, то есть через, ну, получается, сколько там, через там 15 лет, он сыграл вот как раз-таки советского вот этого генерала Гоголя. Ну, вот, то есть там, как бы такие вот фамилии, то есть они не выдумывали, а просто брали. То есть потому, что был у вас генерал Гоголь, а, допустим, уже в этом фильме с Далтоном «Искры из глаз» или «Живые огни», то есть у второго названия нет. Уже был генерал Пушкин. А я думаю, он генерал Бесс-Ленинский. А я тебе скажу больше. Уже в фильмах, соответственно, сброса нам появлялся этот, бывший тоже какой-то там, соответственно, гибист, а позднее бизнесмен. Как раз-таки Жуковский. Ну, хотя бы не Гуднаев. Ну, там, да, там могли тоже что-то добавить такое интересное. Вот, ну, значит, сейчас разговор как бы не об этом, а, в принципе, о том, что, значит, несколько раз уже мой хотел уходить из Блиндиана. Ну, потому что, ну, он там снялся, допустим, ну, сколько там, ну, в трех фильмах. Ну, а проблема вся в том, что ему уже, получается, к третьему фильму-то был «Полтинник». Вот. И это как бы сейчас у нас принято так, что там почтенные старцы, вроде там Шварцлегер и Сталлоне, за 70 лет уже там снимаются в очередных «Рэмбо» и «Терминаторах». Вот. И это как бы нормально, а тогда в те годы считалось очень зазорным. Слушайте, там больше где-то полтинников, в каких-то там боевичках там сниматься и так далее. Там почти никто не делал это, всеми осуждалось. Это была такая притча в языцах, это везде пародировалось и так далее. А Мотто уже, ну, как бы, реально старый. То есть он хотел несколько раз уходить. Вот. То есть один раз даже почти ушел. То есть это был момент в 83-м году. Значит, там получилось так, что как бы решили взять другого дядьку на роль воно. Даже стали с ним, соответственно, снимать, даже там успели, там, часть, соответственно, сцен снять. Вот. В принципе. И получилась какая-то вещь очень любопытная, что, как бы, вот, аукнулось то, о чем я говорил, можно сказать, почти в самом начале нашего сегодняшнего выпуска. То, что, значит, один из продюсеров Бондиана ушел, тот, кто работал официальной Бондианой, договорился с теми дядьками, кто когда-то вот имел права на шаровую молнию. Кто-то помогал, как бы, вот этот сценарий писать, и, кстати, чьей идеи потом он использовал для переработки ее в книгу. Вот. И удалось тогда договориться уже с 53-летним Шоном Коннери. Последний раз в своей жизни сыграл Джеймса Бонда для широких экранов, уже с переком, потому что он уже тогда, ну, для широких экранов появилось. Вот. И фильм как раз-таки в 83-м году вышел, назывался он «Никогда не говори никогда». Вот. И, честно говоря, все очень, как бы, занирничали, тогда продюсеры Бондианы уже официальной, особенно вот Альбер Куркалю, что новый Бонд просто может не выдержать конкуренции с Коннери. И уже вернули старого, то есть Мура. То есть Мура тогда там уже было 55 лет, то есть он тогда снялся вот в этой «Осминожке» в 83-м году. Вот. И к удивлению самого Мура, если верить его мемуарам, то есть были такие мемуары у Роджера Мура, они переведены на русский язык. Называются они, сначала было, вначале было слово, и слово было Бонд. Вот. Он сам искренне удивлялся, что почему его вот там старого еще 58-летнего, уже можно сказать почти деда, уже зовут еще куда-то там, получается, сниматься. Кого-то там, этот, играть, что называется. И он уже тогда, ну, опять же, если верить мемуарам Мура, говорил, что это уже первый и последний раз, вот я играл как Бонда, все, надо, пора, соответственно, с этим заканчивать. Ну, я уже как бы старый, ну, куда там уже идти. Тем более, что в фильме этом, что было печально, значит, Мур уже подтяжку лица догадался сделать, то есть, ну, и действительно, он уже, как бы, конечно, он действительно немножко так стрёмненько в этом образе смотрелся. Вот. Мне этот фильм, в свое время, последний, это был «Насвитное убийство», запомнился какими вещами, что там Патрик Макни снялся, вот. Притом, кстати, самое, что интересно, Макни, он у нас был постарше Мура, по-моему, на 4 года, если не ошибаюсь. Вот. И тот же самый Макни, по-моему, на 4, не, даже не на 4, даже на 5 лет он был постарше, вот, даже Макни в свои, там, 60 с чем-то лет смотрелся лучше, там, 65, по-моему, было, и сколько там, я не помню, да. Вот. Смотрелся лучше, чем Мур в свои 58, да. Ну, как ты еще говорил, что как раз-таки Шона Коннери уговорила сняться жена в том, что, что Мур-то играет в возрасте. Ну, да, то есть, в возрасте, а ты еще... Ну, да, да, и тем более, что Коннери-то помладше был Мура на 3 года, вот, чего он взял и снялся. А потом опять началась карьера Шона Коннери. И понятно было, что, как бы, ну, Мур уже сам, как бы, уже сниматься-то и не хотел. То есть, там даже потом была после фильма целая пресс-конференция, где Мур такой, как бы, и говорит, что, этот, я уже больше не буду Бондом, я уже, там, слишком стар. Значит, этот, как его... Девушки все моложе становятся или я уже слишком стар. То есть, ну, он так мог пошутить, потому что Мур, в принципе, сам по себе дядя был веселый, то есть, что на образе Бонда, конечно, надеюсь, отразилось. Вот. Ну и, собственно, можно какие-то, как бы, так скажем, итоги, наверное, подвести по поводу Мура. Думаю, да, у нас мало времени, но при этом у нас еще много чего осталось. У нас мало времени и много чего еще осталось. Да. Ну так вот, Инна, что я тебе хотел спросить, что ты, как бы, думаешь, в целом про Роджера Мура? Я думаю, что не его так далее видно, что он уже был в возрасте, когда получил эту роль. Но он ее с достоинством сыграл. Ну, я тоже, в принципе, так считаю, потому что, в принципе, даже, например, в детстве мне, допустим, «Лунный гонщик» не очень понравился вот такой фильм. Он у меня есть на VHS. То есть, в детстве что-то мне не понравилось, я считал, что он слишком навороченный. Тем более, что изначально у нас же должен был идти фильм, как раз-таки, только для ваших глаз, после «Шпион, который любил меня». Вот. Там даже, обычно же у нас любили, в конце каждого фильма о Бонде писать, что Джеймс Бонд обязательно вернется на название следующего фильма. Вот. Но из-за того, что Лука снял «Звездные войны», у Альберта Брокколи бомбануло. И вот, значит, сказал, что будем вот следующий фильм снимать в космосе, короче, там, прочее. И у нас тоже будет фантастика. Ну вот. И этот, кстати, фильм на тот момент был самым высокобюджетным во всей Бондиане. Ну, там действительно съемки такие, космические, так скажем, съемки проходили, так называемые. Так их назовем. Вот. И только потом уже снимали, конечно, только для ваших глаз уже, следующим уже фильмом. И в детстве что-то мне этот фильм не очень нравился. То есть я считал, что, ну, какой-то он уж там слишком не втедали, пошли создатели. Но вот пересмотрел его недавно, как раз на этой видеокассете, и понял, что фильм, на самом деле, оказывается хороший. Да, то есть, видите, в детстве я тоже не отнимал. Вот. То есть там такие могли быть, в принципе, тоже интересные какие-то решения. Потому что, скажем так, ну, вот, например, «Видно убийство» меня в детстве тоже вот, он как бы не очень нравился. Спасала только музыка. Спасал, соответственно, что там Батрик Макни играл. Опять же, «Актеры мстителей» в очередной раз спасали, что называется, Бондиану. Вот. И, значит, стал тогда вопрос, а кто же будет следующим Бондом? И тогда решили на роль следующего Бонда у нас утвердить Тимоти Далтона. Вот, как-то таки у меня собрание снимут фильмов. То есть утвердили Тимоти Далтона. Вот. Ну, Далтон там тоже поставил условие, что, значит, фильм это будет как бы посерьезнее. И, значит, Далтон, он больше всех, наверное, заморочился, чтобы соответствовать оригинальному литературному Бонду. То есть Далтон у нас был максимально близок к литературному пототипу Флеминга. Но произошло-то какая вещь? То есть, как я уже упоминал, получилось так, что, ну, на казино-рояле там права были, скажем так, проданы Флемингом на его экранизацию. А, в общем-то, все романы, они уже закончились. Ну, название. Хотя надо признаться, что многие фильмы, которые снимались, вот тот же самый «Лунный гонщик», допустим, они к оригинальным книжкам имели, или там «Человек за этим пистолетом», очень маленькое отношение. То есть там зачастую могли иметь те же самые герои, но там могли совершенно быть другие какие-то события, прочие вещи. То есть вообще могло все отличаться. То есть, допустим, Скроманга в этом, как раз-таки в книжке у Флеминга «Человек с золотым пистолетом», «Главный злодей». Он у нас просто такой вот гангстер, который, ну, что называется, метко умеет стрелять, вот, и который собирает различных представителей вот всяких этих преступных организаций, чуть ли не со всего света, вот, и в том числе еще и работает на КГБ. То есть там для них почти не работает. Ну, и как ты говорил, что Скроманга – это карикатура Яна Флеминга, но своего начальника. Ну, не на начальника, скорее всего, а там у него какой-то был этот недруг, так скажем, чуть ли не со школьных лет, который во всем его обходил. В принципе, если вот вы знаете такой фильм, дорогие друзья, под названием «Мистер великолепность» Бельмондо, где Бельмондо – автор, там, скажем так, романов про, там, тоже какого-то очередного супершпиона, вот, и что, значит, его там приключения как бы описывает, в принципе, он является его собственным аватаром. Там он мог своего этого начальника сделать главным злодеем, который там ему деньги зажимал за эти гонорары, за книги и так далее. То есть там это очень хорошо все было обыграно именно, вот. Ну, и, в принципе, Флеминг, он, на самом деле, такими же критериями, так скажем, мерил, вот. Вот, и там, на самом деле, образ Скороманги, он очень сильно отличается от образа, который сыграл актер Кристофер Ли в фильме именно. Вот, и уж никакие там секретные, эти спутниковые, там, оружие не захватывалось Скороманга, и, что называется, там-то просто был целый преступный колгомерат, с которым там, скажем так, бот сражался в человеке с золотым пистолетом. Ну, то есть там были гагстеры, так скажем, со всего света, то есть пришлось им как бы и с ним сразиться, и с одним агентом КГБ. Ну, был более жизненный, но менее эпичный сценарий. Да, то есть, а в фильме, конечно, там как-то больше эпика было добавлено, ну, и Скороманга там немножко себя, так скажем, по-другому ведет, хотя общие сюжетные фабулы есть. Опять же, как я упоминал, зачастую диалоги просто слово-слово копировались, может, только по-другому немного интерпретировались. Вот, ну, то есть, именно другой антураж происходил при них. Ну, как раз, я как раз ждала этого долго задать вопрос, когда же закончились книги. Вот, я сейчас к этому так плавно вел, между прочим. Подходишь. Очень плавно. Вот, что книги, в принципе, они уже на тот момент и закончились, по факту. То есть, было у нас казино Рояль, у которого там права не у создателей Бондианы был. Было, соответственно, у нас эти, такие моменты, что, значит, уже там рассказами зачастую могли называться фильмы, как, например, там «Осминожка» и так далее. То есть, это же рассказы по факту Флеминга, это же, по-моему, не роман был. Вот. То есть, уже до этого доходило. Тем более, что, как я упоминал, в прошлом выпуске уже другие авторы книжки писали. А зачастую те же самые экранизации, они мало походили на романы Флеминга. И даже, например, у «Лунного гонщика», у «Шпиона», который меня любил, если я не ошибаюсь, у них, или, по-моему, только для ваших глаз, вот могу уже тут путаться немножечко, у них выходили новолизации именно самих вот этих фильмов, потому что от Флеминга там было только одно название. Вот реально одно название, и все. То есть, были такие моменты. И забыл еще упомянуть одну очень важную вещь, что вечно там создатели Бондианы сталкивались с какими-то арсскими правами. То выяснялось, что права там на одного и так до кого-то героя были, там, допустим, у каких-то этих третьих лиц, то, значит, какие-то родственники Флеминга могли там чем-то угрожать. И вот смотрите, у нас же как получалось, что, например, Бонд Коннер и Лезенбель, они вот сражались, например, с Блофельдом и организацией «Спектр», а после врементов «Навсегда» «Спектр» взял и исчез. То есть, ну, не было как бы «Спектра». И только чего-то, есть только для ваших глаз, там какой-то намек на Блофельда появлялся, такой маленький, где его, соответственно, Мур убил. То есть, где было, где маленький, где он приезжает на могилу как раз Терезы Бонд, то есть своей жены. Вот. И, значит, потом там его какой-то пытается дядьку убить, вот, который показывает со спины лысый скотом на инвалидном кресле. И Бонд его просто в трубу завода складывает, скидывает, нигде его имя не упоминается, а в конце титров стоит там красительный знак. Кто это вообще такой? Вот. Потому что так получилось, что не было прав на Блофельда у создателей Бондяны. Вот. И то есть пришлось его поэтому убирать. То есть его даже хотели сделать главным злодеем в фильме «Шпион, который меня любил», но не удалось там на права никак договориться. И все там, ну, получается, что очень многие фанаты фильмов о Бонде слали продюсерам письма целые, спрашивали, а куда Блофельда делся, что? Ну, вот так, соответственно, Блофельда, что называется, туда и пихнули. Вот. Ну, вот. И, значит, получается какой-либо опытный момент. То есть еще все-таки «Искри с глаз», вот они же как бы «Живые огни», то есть он второе название имел. Этот фильм, кстати, последний фильм, которому Джон Барри писал саундтрек из фильмов о Джеймсе Бондя. Вот. Значит, он-то как бы стал таким последним. Чего, значит, дальше-то снимать? И тогда решили написать свой оригинальный киносценарий, вот на который, кстати, к слову, Джон Гарден написал новолизацию. Это лицезий на убийство. Но, тем не менее, один момент из книжки «Живей, дай умереть», который не был использован в фильме, вот, он туда в фабулу сюжета, что называется, вошел. Вот, когда пытались Лайтера скормить акули. Вот, из-за чего вся движуха начинает. Самое главное, что актера, который играл у нас, Феликса Лайтера, у нас же была такая же особенность, постоянно менялись Лайтеры в фильмах о Бонде. То есть, в том же самом, допустим, в Докторе Но у нас один Лайтер, а в Голдфингере уже в этом Голдфингере другой Лайтер, в Шаровой Молнии третий Лайтер и так далее. И вот таким более-менее постоянным актером в классической Бондиане, вот, получилось, что был один дядя, я не помню его фамилию уже, но он вот как раз-таки умер буквально, по-моему, в этом году. Значит, он играл в «Смуром», «Живей, дай умереть», как раз-таки Лайтера. И его же пригласили потом сняться в лицензии на убийство в роли Лайтера, да. Был такой момент любопытный. Вот. И, в принципе, там же у нас Далтон тоже большую часть рукав делал сам. Он, кстати, на лицензии на убийство, вот сцене, где взрывается как раз-таки грузовик в конце, он же чуть не сгорел. Там он же действительно сам бежал от взрыва, там даже этот самый, как его, взрыв, как по описанию очевидцев на терминал, вот такую руку. Многие еще этот самый говорили так, что это рука Флеминга. Вот. И, как бы, у нас так как получилось? То есть, Далтон-то он согласился играть Бонда, но, честно говоря, не очень может ему это даже, как бы, роль-то и была, как бы, нужна. Он, конечно, к ней очень ответственно относился. Вот. И проблема-то в чем просто встала? То есть, сняли два фильма буквально, соответственно, ну, получается, с Муром у нас. Вот. Мне, кстати, даже вот маленькое такое отступление сделают, потому что я не знаю, когда я смогу об этом еще рассказать. Значит, помню, в 2011 году у нас реклама шла по телевизору, как раз-таки показывали игру, это Арчарта 3, который был эксклюзивом для Трехил Плейстейшна. И был такой момент, где летит самолет вот такой грузовой, открывается его вот этот багажный отсек резко, выпадает куча всяких этих ящиков, товаров. И вот главный герой, то есть Дрейк, Дрейтен Дрейк, он как раз-таки ползет по вот этой сетке, вот этой крепежной еще, то есть за нее как-то там хватается держаться. Вот. С трудом прямо. Вот там, ну, там покоротенький был ролик, но я понял, что когда у меня будет Плейстейшн 3, это будет, наверное, первая игра, в которую я хочу поиграть, потому что это прямая отсылка, вот прямо сцена один в один взята из Искар с глазки, вот это меня, конечно, очень порадовало. Вот. И у нас какая проблема получилась? То есть Альберт Брокколи снимали поскольку в Мексике, начались проблемы со здоровьем, начались проблемы с сердцем, то есть ему пришлось потом еще уезжать там, соответственно, этот самый, делать себе операцию, там потом какие-то разборки начались с авторских права, которые на самом деле длились очень долго, а Далтон сидел у нас и ждал съемок. То есть сидел и ждал, а у него уже контракт был, ну, он определенное время заключен, и он не мог нигде по-нормальному сниматься, то есть там какие-то фильмы, допустим, он еще мог сниматься и прочее, он же там все спрашивает, а когда съемки будут? Когда будут съемки? Потому что там сходили слухи, что в 91-м году должен был быть фильм «Собственность леди», по-моему, если не ошибаюсь, был рассказ такой, «Плетенка», то есть с таким названием. Вот. А они так и не лечились. И он не может ни сниматься, ни... Ну, то есть, да, не сниматься, ни где-то еще. Ну, то есть он нет, в каких-то отдельных фильмах он там мог сниматься, но его приглашали в какие-то долгосрочные проекты, а он у них не может принять участие. И он ждет, 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 ждет. Ну, у него в 93-м году, да, контракт закончился, он, блин, устал сниматься в этом. Там тогда этот, Скарлис, что ли, снимали тогда с ним, насколько я не знаю, может, ошибаюсь. Вот. И тут, значит, ему в 94-м году звонит Альберт Брокколи, ну, справа уже его дочери пришли, Барбаре Брокколи. Вот. То есть звонит, значит, этот, своей этой самой, как его звонит, значит, этому. Ему и говорит, что «О, мы сейчас, короче, киносо снимаем, опять про Бондо, давай, короче, снимешь что-то у нас». Ну, по версии Альберта Брокколи, то есть просто Далтон отказался. Ну, как Далтон сам недавно озвучил вот такую, как бы, свою версию. То есть, что как это все произошло. То есть ему позвонил Альберт Брокколи и сказал, о, давай сниматься с «Голотом глазем». Мы, короче, с «Голотой глаз» снимаем, вот, съемки в Питере, короче, будет все круто. Вот. А Далтон говорит, ну, хорошо, ладно, я сниму все. Ну, это последний фильм о Бонде, все-таки я уже не молодой, мне уже 48 лет. Ну, все, я уже как бы. Вот. Снимусь и все, и на этом, как бы, закончим. Вот. Ну, и Брокколи там начал на него наседать, что, как так, ну, давай хотя бы еще в трех фильмах снимем, сними, чтобы у тебя пять фильмов было вот про Бонде. Ну, такой, нет, ну, слушай, ну, блин, ну, не канает, не хочу, короче, сам. Вот. «Голотом глазем» у тебя согласен сняться, потом нет. Вот. Ну, Брокколи все равно стал настаивать, и тогда УДАЛ-пан ответил. Слушай, у меня еще год назад закончился контракт, все. Я еще помню эти моменты как-то из детства, что каждый год там, что его пасах тоже будет из нового Бонда. В этом мы презентуем такого вот актера. Я же помню, это «Золотой глаз» на Симанске уже почти в 90-е годы, под начало 2000-х. Нет, не совсем, он снимался в 94-м, 95-м годах. Ну, у нас, конечно, Пирс Броссона как нового Бонда показали в 95-м. Вот. Но здесь, опять же, у нас восходит история феномена актеров, которые должны были играть Бонды. Мы должны не сыграть Бондиану. Да, потому что Пирс Броссона, он еще был именно преемником, то есть протежем, именно как преемника, еще, соответственно, самого Роджера Мура, то есть сам Роджер Мура его пророчил. Я как раз думала, я как раз об этом думала, что когда же ты об этом скажешь. Да. Вот. И, то есть, его даже почти утвердили. Но получилось просто какая вещь, он где-то был тоже занят, то ли в каком-то сериале, то ли еще где-то на съемках. Его просто не отпускали на съемке Бонда. Вот. Как бы Пирса Броссона, да, вот. Так у нас Роковидьма Нина Пашет показывает, да. А, значит, как бы Далтон тогда был в свободе. Поэтому мы взяли как бы Далтона. Вот. А тут, значит, был тоже целый у нас фор их претендентов, но все-таки утвердили в результате как раз-таки, опять же, Броссона. И есть еще один важный момент, что Альберт Брокколи, хотя официально вроде как от дел ушел, то есть не был уже продюсером, то есть эти функции взяла на себя его дочь Барбара Брокколи. Вот. Но тем не менее, все-таки в съемках Золотого Глаза он активно участвовал, хотя в титрах не указано. Вот. И, значит, то есть Пирса Броссона, он очень радовался, что его Бондом утвердили, потому что он с детства мечтал эту роль сыграть. Вот. Ну, вот, кстати, к слову, надо сказать, что Пирса Броссона самого очень сильно хвалил Шон Коннери, действительно, то есть потому что, как бы, из тех, наверное, актеров, кто играл потом Бонда, как бы, вот, похвалы от Коннери досталось только Пирсу Броссона. То есть я лично считаю, что Броссона ничего нового Бондиана не преподнес, но, по крайней мере, гонично в этой роли смотрелся. То есть, ну, если так взять, то, как бы, так был, так скажем, Фоннери, который какие-то свои там фишки придумывал. Роджер Мур. Да, был, собственно, Роджер Мур, у которого был такой романтичный, веселый бонд. Был Тимоти Далтон, который был такой, как бы, серьезный бонд, максимально близкий к литературному, как бы. А, ну, скажем так, Броссона, он таким был собирательным образом вот этих всех бондов вместе взятых. Да, почему он, собственно, гонично в этой роли смотрелся. Вот. И, кстати, съемки Золотого Глаза, да, они частично проходили в Питере. Ну, только частично, потому что, во-первых, не везде разрешили снимать и не везде разрешили все разрушать, да. И, значит, самое, что интересно, то есть, стали смотреть, в каком состоянии тогда улицы Питера были, в Бондиане, ну, то есть, создатели Бондианы, и посмотрели, сказали, что, как бы, понимаете, вот, они в таком ужасном состоянии, что проще, на самом деле, было все вот эти, скажем так, как бы, сделать, где-то выстроить декорации. И сесть в павильоне. Да. Чем, соответственно, снимать прямо на улицах. Поэтому где-то там, в каком-то заброшенном, по-моему, в предместях Лондона репорте построили вот эти вот улицы, где Бондиана... Который стал лучше Периального Питера. Тут, Ласка, они были тогда не самые лучшие, или, да. Да. То есть, было такое неуправное время. Но это то, что снималось в Питере, по-моему, даже это активно на телевидении пиарилось. Пиарилось, да. Тем более там нанимали целую, кстати, какую-то местную команду съемочную нашу. Они какие-то сцены им там и снимали. Там же очень много по набережной реки Мойки, как раз, катается этот Бон на танке, вот. И там вот эти моменты, да, они здесь именно в Питере снимались. То есть, опять же, тоже, как бы, тоже вот такой интересный момент был. Вот. И, собственно, как бы, дальше потом просто у нас продолжил сниматься. Вот. Но все закончилось, в принципе, на юбилейном, получается, двадцатом фильме о Бонде. То есть, это у Марино не сейчас. То есть, его, как бы, так скажем, уже сняли. То есть, там уже просто, ну, по-моему, было 49 лет. Он уже потом отказался сниматься. Говорит, что у меня все, ребята, не буду сниматься. Уже три актера состарились. Да. На ролях Бонда. Ну, что, вот он, как бы, его сыграл. То есть, он же стал играть-то его в 42, получается. Вот. То есть, ну, что, там уже было это в 49. Он говорит, все, до свидания. И вот потом у нас, получается, тогда сняли вот этот фильм. То есть, в казино Рояль. Уже, как бы, официально Бондианы. Вот. С вот этот, знаете, Тартист. И он там продажный, не помню как. Вот уже скрыли. То есть, наконец-то, соответственно, на нее как-то права достали. И это самое главное, что был перезапуск у нас всей Бондианы. То есть, она у нас началась снова. То, что были предыдущие, как бы, 20 фильмов. Это был там один год, а это уже другой. Поэтому, кстати, очень активно пьянилась именно то, что это перезапуск. Они говорили и так далее, авторы фильма. Продюсеры как раз права передали Барбере Брокколи. Потому что не было иное видение, чем у отца, серии Бондианы. На этом большое влияние на это сыграл выход фильма «Идификация Борга». Который был ту реалистичным, более серьезным и без всех тех вещей, которые наблюдали в серии классической Бондианы. Барбара Брокколи решила, давайте запилим Бондиану так. И они говорили, поэтому они взяли самый первый роман, казино-рояль. И начали серию, показывая, что они начинают серию заново. И говорили о том, что у нас не будет очень большого экшена, слишком фантастических трюков. У нас не будет угрозы всего миру. У нас будут небольшие локальные стычки. Всё приблизённое к жизни. У нас будет драма и иное видение всей серии. И у нас будет новый актер, простой мужик, Дэниел Крейг. Рязанский тракторитер. Я бы сказала, очень простой. Но если сравнивать, вот, смотри. Лезенбит. Коневи. Талтон. Мур. Ну, Мура, в камеру-то лучше покажи. Ты же мимо камеры, Мура, показала. Что ж такое неуважение. Ну, очень трудно как-то их всех выстрелить, чтобы сравнить. Что, Крейтика похожи. Я тебя держу, Крейга. Просто надоут. Что все они красивые, подтянутые, статные, мужчины, интеллигентные, джентльмены. Ну, а Крейг, ну, это Крейг. Ну, тут я даже что могу сказать, что даже не вина была просто Крейга, а то, что все, в принципе, шпионские фильмы можно рассмотреть до идентификации ворона и после. И всем просто хотелось своих вот этих лавров, таких вот вещей. И вот в погоне за вот этими, в общем-то, вещами, то есть Бондиана, она потерялась. Утратила свой стиль. Да, то есть до этого, понимаете, у Бондианы был свой какой-то уникальный стиль. То есть всегда, значит, как нам говорили, вот кино о Джеймсе Бонде. Ну, все, соответственно, там представляли какие-то, может быть, клише и штампы. Там, допустим, Мартинис Водка, какой-нибудь Астон Мартин, там, какие-нибудь там девушки Бонда, какие-нибудь там суперзлодеи, которые мечтают уничтожить этот целый мир там по каким-то разным причинам. Какой этот самый Блофель с котом лысый, обязательно, конечно. Как ты сказал, что это была, может, отдельную рубрику, когда Баджан. Фильмы Бондианы. Да, фильмы о Джеймсе Бонде. То есть это, можно сказать, целый такой поджанр кинематограф, ну, который, в принципе, ни с чем не спутать. То есть, да, у них там было клише, да, это был цирк с конями, да, там была зачастую разувесистая Крюкова. Да, зачастую там были, конечно, эти... Ну, как говорит Ангел Джо, клише работают. Да, но это как бы работало, то есть у Бондианы была какая-то своя миша, какой-то свой стиль. То есть с Крюковом, к сожалению, все это порушилось. То есть тут даже пригласили режиссера Золотого Глаза, получается. Это у нас был Мартин Кэмпбелл. Вот он снял казино «Рояль». Вот, но когда я его как бы посмотрел, а его же все критики как бы хвалили там на перебой. Ой, какой там Фильма Бонди, ой, там Бондиана наконец-то там стала такой там нормальный, прям вообще там крик лучше Бонд 10 из 10. Ну вот только проблема в том, что до идентификации Борна они не натянули. Да, и мало того, что, заметьте, не дотянули до идентификации Борна. А свою душу потеряли. Да, свою душу потеряли, так еще плюс ко всему, то есть за что любили ругать, допустим, того же самого Далтона, вот за этот реализм, так скажем, то есть который делал Бонда ближе к литературам, вот там прототипу Флеминга там. За то, что там любили, может где-то критиковать там Коннери и Мора. Вот за все это, как бы у нас, честно говоря, Крега хвалят. И самое, что интересно, то есть тут, например, прям такой драматизм, там у Бонда вот там девушка в конце умерла, казино рояля. Вот, ну так посмотрите на секретную службу ее величества, то есть это даже повторение уже как бы какого-то пройденного, каких-то пройденных таких этапов. Вот, ну хорошо, вот там Бондиану, допустим, да, перезапустили, но как бы все равно не дотягивает она вот до Джейсона Борна, прочих там вещей. А потом снимают, соответственно, Клант Милосердия, который назван по рассказу Флеминга, по рассказу, то есть название оттуда взято. И самое главное, что иногда в переводах он у нас мог встречаться как Клант Спокойствия. Значит, и вот этот фильм, он уже реально тогда провалился, глобально в 2008 году. То есть потому что там уже пошли какие-то левые абсолютно вещи, то есть сценарий он даже не был утвержден до конца, его прямо во время съемочного процесса провели все, кому не лень, в том числе и сам Даниил Крейг, это прямо как письмо от Простоквашина, когда там писал дядя Федора, за ним стали потом Шарик с Матроскиным дописывать, дописывать, да, вот, и приблизительно то же самое получилось. То есть фильм провалился с треском, вот. А я-то еще думал такой, ну что, наверное, ну может просто в казино Рояль как-то там, ну не выстрелил, ну там могли подвести сценаристы, там продюсеры, режиссеры, там как. Может дальше будет лучше? Да, что, может как-то следующий будет лучше, может Крейг там себя как-то покажет, но как бы нет, следующий фильм был ужасен, для меня для этого Бондиана уже как бы закончилась, а потом, потом уже как бы и даже Мэтр Голлэмайр, то есть компания, которая эти фильмы выпускала, вот такая издающая именно, вот, она, так скажем, чуть не обанкротилась вообще, и там у них чуть все с молотка не вышло. То есть сейчас, например, правами на Бонда, кстати, владеют они и Sony Pictures совместно. Вот, и то есть было 4 года межсезонья, когда ничего не снимали, только игры про Джеймса Бонда выходили, ну точнее, если быть правильно, вышло вот, если не ошибаюсь, по-моему, тогда две игры, то есть ремейк Золотого Глаза с Крейгом, которому Крейг не имел никакого отношения, то есть Activision, которым тогда уже права на Джеймса Бонда, в плане игрок перешли, решили не запариваться. И, соответственно, у нас этот, как бы, вышел, вот, единственная хорошая игра с Крейгом, как Джеймса Бонда, как я считаю, Блэдс Торн, то есть у него был свой сюжет, позвали даже написать свой сюжет дядю, который писал, мало того, что один был из сценариста фильма «Золотой Глаз», соответственно, с Пирсом Броснаном, «Завтра не мертвь никогда» и «Целого мира мало», то есть он к нему имел отношения, плюс ко всему он еще и игры сценариста был про Бонда, у которых был свой сюжет, то есть это был «Найтфайр» и «Рефинкунафинк», опять же, с Бросмана. И вот он сценарий для игры про Крейга написал, при том, игра была, ну, действительно, хорошая, там такие вот эти отсылки на классическую Бондиану, как бы, чувствовались, но они достаточно такие мягкие были. И действительно была хорошая игра, то есть если бы фильм вышел такой с Крейгом, ну, наверное, это был лучший фильм с Крейгом, который вообще был бы. Да и, в принципе, сама серия Бондианы, она несколько заглохла. Помните, когда в нашем детстве снимались фильмы с Пирсом Броссманом? Каждый год была большая шумиха на ТВ, все обсуждали, кто будет новым Бондом, останется без Бостон, вот «Золотой глаз», мы помним, как обсуждали у нас, кто будет новой девушкой, Бонда постоянно шла реклама. Сейчас удивительно, я не знала, что с Крейгом сняли 4 фильмы, было ни одной рекламы, никакого обсуждения, это не было событием года, как это было раньше. Так, еще самое, что интересно, например, допустим, в 96-м году, у нас просто «Золотой глаз» официально показывался в начале 96-го года, то есть он вышел там, премьера у него была в ноябре 95-го, и вот у нас тогда, в начале 96-го года, когда его показывали в кинотеатрах, даже Шон Бин приезжал на премьеру, то есть кто играл там как раз-таки главного злодея. Вот. А здесь уже как-то такого, во-первых, такой движухи нету, во-вторых, соответственно, как-то вот было затишье 4 года, потом выходит координация «Скайфау», которая даже смотреть не стала, смотрела только по обзору, но просто не хотел я уже расстраиваться, во что бандиану скатили. Тем более тут уже какие-то такие современные тенденции появились, что, допустим, Феликс Лайтер в перезапуске, он у нас почему-то афроамериканец, допустим, вот в этот координация «Скайфау», мы не Пэнни, секретарша, она у нас почему-то этот самый, как его, афроамериканка, опять же, и Буйбава, вот. То есть такие вот нехорошие тенденции. То есть Крейг, он уже снялся, получается, вот еще был фильм «Спектр», который, как бы, так скажем, бандиана вот вроде как ушла куда-то туда, в дебри, ближе, наверное, к вот этому всему Борну, так? А потом начала опять как-то вот неумело пытаясь усидеть на двух стульях, то есть возвращаться, допустим, в этот, и в одну стезию, и в другую. То есть вот «Спектр», у нас там, например, опять «Блофельд» появился, опять вот организация «Спектр», то есть туда-куда-то она стала клониться. То есть можно было, может быть, на четвертом фильме Крейга и закончить, но его еще позвали еще на один фильм. То есть у нас же в 2015 году был последний фильм, соответственно, получается, с Крейгом. А сейчас в 2020 будет этот самый «No Time to Die», как уже все шутили из-за названия, что, значит, этот фильм «Долгомском проказе» должен называться «Умри, но не сейчас два». Да, вот. И, значит, Крейг все, как бы он сказал, что все уходит, то есть теперь неизвестно, кто будет Бондом вот после него. Вот. Я, конечно, надеюсь, что там будут мои мечты-мечты, конечно, но все-таки, что там будут гонки на тракторах по Рязани, вот, я очень на это надеюсь. Но я даже, может, на примеру, кстати, пойду, может даже, кстати, вот с тобой, чтобы это посмотреть, просто погружать, потом какой-то вот отсчет снять. Ну вот, знаете, все. Ну и серьезно ведутся переговоры о том, что, возможно, будет новая перезагрузка, будет играть Джеймса Бонда женщина. Ну просто перезагрузок уже как-то много. Ну, Человека-паука четыре раза перезагружают. Ну вот так. То есть будет либо идиотизм, что Бонда перезагрузит в очередной раз, то есть это опять все с чистого листа начнется, либо тогда уже снимайте продолжение фильмов с Крейгом, либо тогда вернитесь хотя бы в те годы и снимайте уже продолжение классической Бондиани, то есть классической 20 фильмов. Потому что, ну, это как бы идиотизм, потому что у нас вот все 20 фильмов, предыдущих, так скажем, до Крейга, они все хотя бы были продолжениями друг друга, то есть это был один и тот же персонаж, пускай с играми разными актерами. А Крейг, он почему-то так особняком и стоит, потому что это, как бы, так скажем, другой бон. Абсолютно. Хотя, кстати, здесь есть такой очень интересный момент, вот в плане актеров, которые должны были играть в Бондиане, но, соответственно, опять же, этот самый, так или иначе, потом в Бондиану попали. Значит, после ухода Броснана на роль Бонда пробовался как раз-таки Рефи Фейнс, то есть такой актер, он еще играл, вот я его помню, по как раз-таки Мстителям 98-го года фильма, где он Сумой Турман играл, он как раз играл Жон Эстид, и надо признаться, что по сравнению с Сумой Турман, он, кстати, еще нормально Стида сыграл, то есть у меня таких отторжений, как у Матурман в выборе Миссис и Мэпил не вызывал, вот, и он пробовался на роль Бонда, самое главное, что опыт у него уже был, Сумой Мстителям тех же самых, вот, и он на роль Бонда не попал, но, тем не менее, вот, например, в координатах с Хайфал и Спектори он как раз-таки стал играть нового М, то есть начальника как раз-таки Бонда, самое что парадоксальное, то есть, вот, такой вот любопытный факт есть, вот, а тут уже, я не знаю, то есть, если, как бы, Крейг сказал, такое очень интересное заявление сделал у него, там, интервью брали недавно, не помню, когда точно, что значит, он начинал такой, как бы, нести, либо, как бы, он просто троллил, это тогда, как бы, хорошо, либо, если он несет на полном серьезе, но это, конечно, парень, извините, как бы, я не знаю даже, как это, вот, выразить, что новым Бондом должен быть, там, либо афроамериканец, либо какая-нибудь, там, этот, там, не знаю, это, лесбиянка-феминистка, либо, соответственно, трансгендер, то есть, он такое, как бы, активно допускает, вот, там даже, если я помню, по-моему, Барбара Брукель официально его слова опровергала, говоря, что Бондом может быть только белый гетерососатик. Ну, хоть на том спасибо. И то, даже в чем был парадокс, насколько я помню, где-то слышал, что в последних фильмах, там, как бы, он же, вроде как, в спектр ушел, сослуживает, и этот самый, его вот позывной, номер 007, передали какой-то афроамериканке. Учитывая, вот, тенденцию феминистических фильмов последнего года, вполне может быть, как раз назначит Элизабет Бэнкс, когда будет снипать про Джеймса Бонда женщину. Ну, кстати, самое главное, что какие-то актрисы, они там насерьез уже стали писать, что возьмите нас на роль Бонда, и так далее. Но, кстати, хотелось еще такой липопытный факт сказать, возможно, потому что, как бы, мало, может, кто о нем знает, но... Инна, как ты думаешь, а вот какая связь между Смертельной битвой Пола Андерсона и, вообще, Мотор Комбатом, с Бондианой? В песнях и персонажа, с Бондианой. Ну, в принципе, да, то есть ты, по факту, права, потому что, например, вот смотрите, такая актриса, как Таисия Сота и этот Сагава, который Шансунга играл в Монтер Комбате, а Таисия Сота у нас играла Китану, они снимались с лицензией на убийство. То есть у нас Сагава был этим, господи, агентом Интерпола, а, соответственно, Таисия Сота одной из девушек Бонда в этом фильме. Вот. То есть вот даже такая вот интересная вот отсылочка есть, потому что там, насколько я помню, по-моему, Пол Андерсон тогда каст помогал проводить, по-моему, дядька, который как раз и занимался кастом на лицензию на убийство, если я ничего не путаю. Но, значит, есть еще и другая маленькая культурная отсылка. Помните, тему, наверное, хорошо все вас помнят из-за именно Смертельной битвы, где Лео Кэнг дрался с Рептилией. Где Лео Кэнг дрался с Рептилией? Вот. То есть там такой, этот, бодровый такой хэппи-хардкор играл. Вот. И самое главное, что дядька, который эту мелодию написал, он вот эту аранжировку писал для альбома бывшей такой порно-актрисы Тресси Лорд, который, по-моему, в 2004-2005 году как раз выходил. Вот. Там была такая песня «Контрол». И на нее есть видеоклип, который как раз-таки посвящен Бондиане. Притом сама Тресси выступает там в роли Джеймса Бонда, но там куча отсылок на классическую Бондиану. То есть у нас там есть и Роза Клеп из России с любовью, и Блофельд есть с котом лысый, и есть этот Скороманга с тремя сосками и золотым пистолетом. То есть такая вот явная отсылка. И челюсти там появляются, и прочее, как какие-то герои Бондианы, Болтфингер. Вот. И как бы вот инструментальный вариант этой темы, да, он как Ритчайл Цем попал в саундтрек к «Смертельной битве». Даже вот такие интересные пасхалки. То есть даже удивляется, что создатели там Моторкомбата, всяких там левых персонажей, как бойцов, пихают. То есть там какой-нибудь там Фредди Крюгера, Хищника, там Чужого, Кожаное лицо, Терминатора. А надо по Джеймса Бонда запихать, потому что этот самый, ну, связь там более прямая, чем даже с этими товарищами. Что я хотела сказать в заключении, что в принципе сама Бондиана как жанр, как поджанр, и даже шпионский боевик, он в принципе стал непопулярным в наше время. Но после вот 2010-го все жанры переживают кризис. Да, и нам надо как-то в заключение подытожить, наверное, все вышесказанное сегодня. Вот, наверное, я и на тебя спрошу, вот, что ты вообще думаешь в целом о всей вот Бондиане, о чем мы сегодня обсуждали. Ну, как я уже сказала, что это уже особый жанр шпионских боевиков, точнее даже исключительный жанр, похожий на Бондиану. Фильм а-ля Джеймс Бонд. Потому что и это большое явление, что они в принципе все целиком взяты в одном стиле, и это Джеймс Бонд, это уже культура, это герой, потому что всем понятно и так далее. Мартини с водкой не встряхивайте, о чем идет речь. И это оказало очень большое влияние на культуру 20-го века, кинографическую и поп-культуру. И что хотел сказать, неожиданно, вот, по-моему, классическая Бондиана в некотором своем стране, в некотором роде возродилась в Кингсвене, что было очень приятно видеть. Да, иногда вот такие бывают отдельные залетные моменты. Вот. Ну а я-то, собственно, в заключение только что, как бы, могу добавить сюда. Я действительно полностью соглашусь с сыном, что это свой уже такой культурный пласт, это свой уже такой культурный жанр. Вот, он пародировался сколько угодно раз, где только угодно. Начиная еще в 60-х годов. Начиная еще в 60-х годов, даже в странных соцлагерях, насколько я помню, не был такой, по-моему, чехословацкий пародийный фильм. Агент как-то так, я не помню, как он там назывался, да. Он как раз был по Розе на всю Бондиану вместе взятый, да. Вот. И даже в советском кинематографе отсылки были на Бонда, потому что вот эти все режиссеры имели выезд за рубеж, то есть там они могли эти фильмы посмотреть, допустим, наши советские вот режиссеры. Вот. Ну, что далеко до около ходить, даже вот тот же самый Тарковский, например, в свое время прослывался тем, что писал к истернам сценарии некоторым. И то есть там был конец Атамана, вот как раз-таки могу вспомнить, одним из сценаристов он был «Свой среди чужих». Вот. И как раз-таки видно, что эти фильмы сделаны очень сильно под впечатлением от долларовой трилогии Серджа Леоне. То есть он где-то, видимо, на какие-то кинофестивали ездил, эти фильмы там смотрел, и потом какие-то идеи из них использовал. И вот, например, достаточно вспомнить ту же самую бриллиантовую руку, что у нас очень долго шефа не показывают, только как бы рука его с перстнем. Как бы такая отсылка на Блофельда или что, допустим, в конце фильма машину магнитом вот так вот москвич вот этот примагничивает с вертолета. Это такая вот отсылка на «Живешь только дважды» с Шоном Коннери. Ну и нам напоследок хотелось покращаться с вами, уважаемые зрители. С вами был Барин. Ирок ведьма Инна. До новых встреч в следующем году, 2020. Инна, ну и как тебе гонорар? Дожили до светлых дней, как ведьма Инна. Работают за еду. Ну, еда-то того стоит. Не знаю. Ладно, не буду тебе мешать. Приятного аппетита. Ну, я так рад, что ты наконец-то заехала ко мне в гости. Уже сколько это не виделись, можно сказать, перед самым Новым Годом. Как у тебя дела-то вообще? Ладно, хорошо. А что у тебя делает елка? Какая там? Опять? Господи. Опять? И кассеты? Какие? Так. Так, слушай, я не знаю, кто этот Дед Мороз, но... Господи, да. Казино-Рояль. Да, с Крейгом. Замечательно. Да, вообще. В самом начале. В самом... Слушай, а вот это хорошее кино, да. Ну, вот. Ну, тоже Коннери. О, Мур пошел. О, Мур. Надо же. Роджер Мур. Еще Роджер Мур. Опа. Тимоти Далтон. О, мой первый бонд. Да, Тимоти Далтон. О, опять Шон Коннери. Джордж Лезенби. Ну-ка, что? На секретной службе ее величества? О, уважаю. Роджер Мур. Тимоти Далтон. Пирс Броснан. Ну, я думаю, нам есть сегодня чем заняться. А ты как думаешь? Думаю, да. Ну, я думаю, что человек не будет. Продолжение следует...